Ира, я вынужден просить у тебя прощения. За что? За то, что я прямо сейчас тебя покину, потому что уже меня ждут гости, они меня заждались. И я рад приветствовать в нашей студии Александра Мускова, заместителя руководителя управления Федеральной службы государственной статистики по республике Крым и городу Севастополю, а также Александру Корниенко, начальника отдела статистики населения здравоохранения Управления Федеральной службы государственной статистики по республике Крым и городу Севастополю. Доброе утро. Доброе утро. Ну, традиционный вопрос, как началось ваше утро нового дня? Удачно. Да, и все. То есть вы все-таки считаете, что прибыть в ранний час к нам в студию – это удача? Вы знаете, я вас регулярно смотрю, и с утра мне все равно, я встречаюсь с вами в эфире. Очень приятно, что у нас есть постоянные зрители. Ну что ж, давайте к нашей теме разговора. Вот насколько я знаю, последняя перепись была недавно, в 2014 году, прошло 5 лет, и много ли изменилось с тех пор? Да, я хочу буквально остановиться еще на том, что неделю назад, 30-го числа, был дан старт компании, и мы продолжаем эту компанию, медиа в формате был. Выступал Павел Викторович Молков, наш руководитель Росстата, и очень приятно, что эта компания поддерживается у нас в Крыму. Вот, он также отвечал на вопросы, были представители СМИ и различных организаций, и мы продолжим эту компанию, также с вами поговорим о переписи предстоящей. Была перепись в 2014 году, не так давно, но она была в связи с тем, что мы перешли в Россию, Крым перешел в Россию. Вот, после этого, конечно, произошли различные изменения, но можете себе представить, более 500 тысяч различных мероприятий прошло. Это браки, разводы, рождение, там, миграции и так далее. Вот, и увеличилось население у нас на более чем на 20 тысяч человек. Поэтому все вопросы, которые будут у нас возникать и по населению, по их составу, по национальности и так далее, мы видим это в 2020 году, когда начнется перепись. Когда именно ожидается перепись? С 1 по 31 октября 2020 года, согласно распоряжению правительства, номер 2444-Р от 4 ноября 2017 года о сроках проведения переписи. То есть, грубо говоря, фактически ровно через год? Ровно через год. Вот это и компания, которая начиналась, говорилась о том, что год до переписи, ровно год до переписи было 30 числа. Скажите, а вот в рамках страны, как часто необходимо производить перепись населения? Перепись населения проводится раз в 10 лет, согласно постановлению ООН. Это принято во всех развитых странах. У нас также кончащиеся на ноле в 10-м, в 20-м, в 30-м и так далее. Так перепись проводится. А существуют какие-то особенности переписи населения на полуострове? Ну, Александр, я все время говорю. Я хотела бы сказать, что Крым регион многонациональный. У нас же есть свыше 170 наций и народностей. И поэтому вот это одна из главных особенностей Крыма. То, что нужно охватить всех жителей Крыма, то есть, чтобы получить от них ответы на вопросы переписного анкеты. Для этого используются различные мероприятия. Но, учитывая, что 99% населения нашего полуострова владеет русским языком, переписная анкета переводится на другие языки. У нас в Крыму не будет. Но будут использованы другие методы работы с населением. И мы будем нанимать переписчиков из мест компактного проживания населения различных национальностей. Чтобы не общались на... Ну, если они захотят, чтобы с ними вели общение на их языке. А также в отдельных случаях будут использоваться и переводчики. Ну, у нас 99% русскоязычного населения, 82% в Крыму назвали свой родной язык русским. То есть, будет, ну, небольшой процент, будем так говорить, который... Ну, я знаю, что мы живем в то время, когда современные технологии внедряются самым активным образом в нашу жизнь. И вот в России есть такая совершенно потрясающая удобная вещь, как сайт госуслуг. Я знаю, что и им можно будет воспользоваться, и он будет задействован в переписи населения. Они могли бы про это рассказать? Да, это очень интересно. Ну, вообще идет цифровизация, да, в любом случае. И мы в том числе, Росстат идет по пути цифровизации, и перепись населения будет проводиться на планшетах. То есть, если, ну, в отдельных случаях, буквально, минимизация, если где-то будет откажет техника, или еще, тогда, может быть, по традиции будет на... То есть, как вот я сижу с планшетом, так и ваши переписчики будут ходить. Тогда будет заноситься информация, передаваться потом на сервер. А также можно переписаться на сайте госуслуг, если зарегистрированы на сайте. Вот, и потом будет код подтверждения, который переписчику необходимо будет сказать, что ты переписался. Вот, человек переписывается. Также это позволит не ходить по домам, по квартирам, там, как бы, люди не все доверяют, да, переписчикам. А вот этот вопрос хотел бы затронуть отдельно. Все-таки, как многие люди очень подозрительные, старые, можно ли доверять переписчикам? И как они будут удостоверять, что это не обманщик и вор, а... Дело в том, что переписчик будет с удостоверением. При удостоверении должен быть паспорт обязательно. Вот, у него будет своя атрибутика. Это шарфик, это кепка, это планшет, портфель и так далее. То есть, у него будет все видно. Конечно, могут подработать, да, различные личности, которые смогут. Но, если при предъявлении удостоверения паспорта сойдется все, то можно доверять переписчику. Если люди не хотят, у нас есть стационарные переписные участки, куда могут люди прийти. Вот, или самостоятельно переписаться. Вот, здесь все сделано для того, чтобы человек мог переписаться. Александр, расскажите, а вот эти вот стационарные переписные участки, что это такое? Что, чем там люди занимаются? Ну, это такие участки, которые будут расположены в местах компактного нахождения. Это крупные центры какие-то торговые, это банки, это МФЦ обязательно. Кроме того, это будут и наши переписные отделы, где будут находиться переписной персонал. Там тоже будет переписчик с ноутбуком. И тоже люди, которые не хотят, чтобы к ним домой приходил переписчик. Они могут прийти на эти участки и переписаться. В муниципальных образованиях будут также там, где находится наше отдел государственной статистики. А вот вопрос такой, как можно доверять свою такую конфиденциальную информацию, как там для многих возраст, может, кто-то скрывает? Как это, и как я могу быть уверен, что эта информация не попадет в чужие злые руки? Ну, у нас есть закон о статистике, который определяет, что мы не имеем права распространять конфиденциальную информацию. И нам, статистикам, нужна цифра. Нам не нужна конфиденциальная информация. Естественно, она не будет передаваться. Это вы можете не сомневаться и не беспокоиться об этом. Она никуда, эта информация не пойдет. А что является основным документом переписи населения? Ну, основные документы — это переписной лист. Ну, Александр Журцов, расскажите, пожалуйста. Значит, у нас будет три формы. Форма Л — это основной переписной лист, где будут все данные о населении. Форма П — это о жилище. И форма В — это о временном пребывающем здесь населении. Ну, главное, это для нас форма Л. Здесь будут... Если не секрет, что значат эти аббревиатуры? Ну, так принято уже, как это личные данные, там, временный персонал, АП... Ой, это временный персонал. Да. Значит, в основном переписном листе будут данные, которые постоянно в процессе переписи. Это и данные о возрасте, поле граждан, образование... Там 23 вопроса будет. ...семейное положение, да, и другие вопросы, ряд других вопросов. А кроме того, будут расширены вопросы в этой переписи о миграции населения, более бурристально к этому вопросу подойдут. О том, как люди, значит, работа, местонахождение работы. То есть где она в этом субъекте, в другом субъекте, в другом городе. То есть маятника вот эту миграцию тоже будут изучать. Кроме того, пристальный вопрос будет к родному языку. Человек владеет родным языком. Является ли он для него русским? Использует ли он его в быту? Или какой-то другой язык у него? То есть вот на это будет сделан упор? Ну вот там по 7 вопросов будет. П и В. Это проживание. Почему П? Да, проживание и санитарно-гигиенические нормы выживания. И В это временное. Вот так. А будут ли какие-то, может быть, такие деликатные вопросы? Или какие-то инновационные? Будет дополнена анкета чем-то? Инновационные, насколько я помню, это доходы, да? Но сами доходы, статистика спрашивать не будет. Источник дохода, мы будем интересоваться, да. Вот это будет новое. Это будет пенсия, там, заработная плата или самозанятый человек, то есть учащийся, стипендия, может, или там другие какие-то доходы. То есть источник дохода нас интересует, но не сумма. Скажите, а вот уже на протяжении года 19-го какие-то работы проводились в рамках подготовки к переписи населения в 20-м? Конечно. У нас с 1-го апреля наняты уполномоченные. И сейчас были тоже актуализировались работы картографического материала. Уже работа идет полным ходом, подготовка. Вот хочу сказать, что в 2014 году буквально с колес проводили перепись, но нам помогала благодаря вся России. А сейчас мы уже самостоятельно, планомерно, по плану работаем. Подготовка идет в течение года. Уже работаем. У нас осталось буквально 40 секунд. Я прошу вас еще раз огласить громко и на всю страну, когда будет перепись. Как это будет проходить буквально? Перепись будет с 1 по 31 октября 2020 года. Ждать всех. Участвовать обязательно. Мы не можем сказать, что обязательно это непринудительно. Это добровольно. Пожалуйста. Желательно. Большое спасибо. Напоминаю, в гостях нашей студии Александр Мусков, заместитель руководителя управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и городу Севастополь и Александр Корниенко, начальник отдела статистики населения и здравоохранения управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и городу Севастополь. Большое вам спасибо за ваш интересный рассказ. Продолжение следует...